Лыжня России и День зимних видов спорта пройдут 16 и 17 февраля. Об этом журналистам рассказал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианс. Также глава спортивного ведомства поделился информацией о предстоящих крупных стартах, в которых примут участие о МИЧИ. Милыковые показатели температуры не позволяют нам проводить это мероприятие. Я думаю, это вполне приемлемая практика, которая у нас уже была, не однократно, потому что мы живем в Сибири и понимаем наши реалии. Подать заявку на участие в Лыжне России можно 14 и 15 февраля по адресу Певцова 1. В Омске соревнования состоятся на стадионе Аграрного университета и соберут порядка 4000 участников. Еще столько же любителей лыжного спорта пробегут свои дистанции на территории 17 районов области. День зимних видов спорта состоится 17 февраля на стадионе Красная Звезда. Организаторы готовят для МИЧИ интересные спортивные развлечения и активности. Метание валенка и футбол на снегу, который у нас очень популярен, огромное количество карманов есть. Ну и другие, конечно, традиционные олимпийские, фигурное катание, танкобежный спортшоп, трек и прочее. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы лишний раз МИЧИ пригласить на это мероприятие, которое, я думаю, будет, уверен, что будет организовано на высоком уровне. У нас есть и партнеры в лице и хоккейного клуба «Оргарка» и многих других. И мы ожидаем участия в нем спортсменов наших временитых. Также глава регионального Минспорта рассказал о готовности к предстоящему 49-му областному спортивно-культурному празднику Севера «Кормиловка-2019». Традиционно правительство региона помогает району в организации спортивных и культурных мероприятий. В преддверии стартов проводится реконструкция объектов, украшается райцентр, готовится торжественная церемония открытия. Результат, он виден по большим крупным мероприятиям. То, что, во-первых, вырос и уровень спортивных результатов, которые показывают спортсмены, и количество членов сборной команды Угрунской области, которая подпитывается из числа ребят, которые занимаются спортом в наступаемых районах, тоже очевидно растет эта цифра. То есть это говорит о том, что очень много и правильно, и системно делается на территории муниципальных районов в плане развития и массового спорта, и, в общем-то, можно сказать, без натяжки спорта высшие достижения. В ближайшее время состоятся два крупных международных старта. В Южно-Сахалинске на международных играх «Дети Азии» наш регион и Сибирский федеральный округ представят 12 атлетов. Кроме того, 14 омских спортсменов готовятся принять участие во Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.